Всем привет! Вы на канале правильный выбор, в этом обзоре речь пойдет про холодильник Бирюса 109-М109. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Чтобы не пропустить выход нового видео, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик. А чтобы поддержать канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Холодильник Бирюса 109 – компактный холодильный аппарат размером 48х86,5х60,5 см. Он предназначен для охлаждения и длительного хранения продуктов и является незаменимым оборудованием для небольших помещений. Прибор займет свое место в комнате общежития или коммунальной квартиры, а также отлично станет в гараже или другом часто посещаемом помещении. Благодаря перевешиваемым дверям устанавливать устройство можно в любом месте помещения. Холодильник необходимо установить в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см от осветительных и нагревательных приборов, газовых и электрических плит, печей и радиаторов отопления. Над холодильником должно быть свободное пространство не менее 10 см для циркуляции воздуха. Для удобства перемещения холодильники оснащены колесными опорами, установленными на основании компрессора. Вместимость холодильника Бирюса 109 соответствует 115 литрам. Весь этот объем занимает холодильная камера. В ней пространство разделено при помощи полочек из стекла и пластика. В нижней части используется вместительный ящик, в который можно складывать фрукты и овощи в большом объеме. На дверце также предусмотрены полочки, на которые становятся бутылки, лотки с яйцами и различные продукты в упаковках. В качестве хладагента модель использует безопасное для здоровья и экологии вещество R110A изобутан. При классе А уровень энергопотребления холодильника достигает 171,55 кВт-часов в год. Уровень шума при работе однокамерного холодильника не превышает 40 дБ. Температурный режим в холодильнике устанавливается поворотом ручки терморегулятора и поддерживается автоматически. При повороте по часовой стрелке температура в холодильнике понижается. При повороте против часовой стрелки температура повышается. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Не описан процесс перевешивания дверки. Громкое срабатывание реле. Слышен шум перетекающего хладагента. Теперь перейдем к положительным. Большой объем охлаждающей камеры. Не требует разморозки. Тихий. Не было неприятного запаха. Компактный и в то же время вместительный. Хорошая сборка. Холодит отлично. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Не забудьте поделиться мнением в комментариях и поставить лайк. До скорой встречи на канале правильный выбор.